Информационная война Мы подробно рассмотрели двухсубъектную и трехсубъектную структуру управления любым государством. Это парламент, а это правительство. А трехсубъектная подразумевает еще наличие президента, парламента и правительства. А трехсубъектная структура управления государством позволяет избежать корпоративного сговора. А что такое корпоративный сговор, вы можете знать и на своем собственном опыте. То есть, когда вы приходите, например, в поликлинику или куда-то в больницу, попадаете в приемный покой и вам выписывают длинный лист лекарств, там, скажем, тысячи на три-четыре гривен, то вы сразу можете понимать, что речь идет о корпоративном сговоре между медиками и фармкорпорациями, которые этими лекарствами торгуют. Примерно то же самое происходит в двухсубъектной системе управления между парламентом и правительством. Но кроме вот этого элемента, как движущей силы информационной войны между разными социальными группами, давайте сегодня посмотрим более подробно на сами социальные группы. Социальные группы, у большевиков это называлось классы, до революции это называлось сословия. В принципе, определение этой категории таково, что социальная группа это классификация людей по способу зарабатывания ими денег или хлеба насущного. И по древней русской классификации люди классифицируются по следующим признакам. Самое первое и самое важное сословие называется царское. Ну, по ведической традиции они называются витязи. Это люди, которые служат. После, ну, да, царское и левитязи. Этих людей можно встретить в природе. Очень многие из них наверняка встречались на вашем жизненном пути. Это люди служащие, которые служат высоким интересам и у которых меркантильные интересы находятся, ну, как бы далеко. Некоторые, например, разведывательные источники, которые не привязаны к догматическим библейским религиям, они исходят из того, что люди проживают несколько воплощений. Так вот, витязи, как правило, это люди из 12 воплощений. Это где-то уже после седьмых и восьмых. После царского сословия идет воинское сословие. Это тоже люди служивые, но более низкого порядка. Это люди, которые не занимают уж очень больших командных постов, но при этом они очень хорошие тактики исполнителей. После воинского сословия идет так называемое работное сословие. Это люди, которые работают по найму преимущественно. Кстати, воинское сословие, оно по социальному статусу выше работного. Потому что все-таки управлять работниками должны тактики и исполнители более высокого социального уровня. Работное сословие делится на две подкатегории, которых это промышленное работное и сельскохозяйственное. Вот сельскохозяйственное – это особенный класс. Это люди, которые имеют так называемую смекалку. То есть люди, у которых в жизни встречается очень много разных жизненных задач. Это предприниматели по-хорошему. Вот эти люди, они являются источником для любых сословий. То есть фактически ядро любого народа, сельское хозяйство, село, так оно всегда и было. До того, как у нас ввели пенсионную систему и начался массовый отток жителей сельских районов города. Вот это вот ядро народа, которое поставляют хоть ученых, хоть педагогов, хоть работников, хоть царей. После работного сословия – это старая классификация. Есть так называемое купеческое сословие. Это купцы, торговцы. По древневедической традиции их называют весы. Этих людей классифицировать очень легко. То есть когда вы встречаетесь, начинаете с ними обсуждать какой-нибудь вопрос, значимый, то вы от них можете услышать примерно такую фразу «А что мне за это будет?». А вот эти люди, они достаточно… Ну, во-первых, это люди очень малого числа воплощений на Земле. Это люди, которые материальное благо ценят превыше более, скажем, высоких. При этом высокие для них вообще не являются авторитетом. И вот это вот купеческое сословие, оно выполняет достаточно важную функцию в обществе. Обмена упрощает, так сказать, обмен продуктами труда при общей системе разделения труда. Но при этом у них есть своя собственная идеология, которая замешана, как ни крути, на золотом тельце. Так вот, к чему я это все расписал. Ну, кроме того, что это просто само по себе достаточно поучительно, основная проблема, основная причина всех войн, основная причина всех революций, начиная, например, с Голландской революции конца 16 века, с Английской революции буржуазной 17 века, Французской великой революции, Великой Октябрьской социалистической революции, как мы ее называем, на самом деле это была буржуазная революция. Основной смысл заключался в том, что купцы, обладающие большими денежными ресурсами в результате обмена, ну, у них есть философия, которая называется «добывать богатство из ничего». Так вот, мы сейчас рассмотрим подробно основные принципы добывания богатства из ничего. Так вот, купцы, обладая большими материальными ресурсами, однажды пришли к выводу, что и власть в обществе должна принадлежать им, несмотря на то, что они люди меньшего числа воплощений. И они начинают стремиться вот сюда. Понятное дело, за деньги, но кроме того, они начинают навязывать свою идеологию всему социуму. И в результате социум, который, например, не является торгашеским, ему начинают навязываться купеческие принципы жизни. Один простой пример. В 1958-м или 1959-м году в Венгрии был бунт против социалистического лагеря, на подавление которого вошли войска Чехословакии, Советского Союза и Германии. И этот бунт дошел до уличных боев, и в Будапеште образовалась большая масса боевиков реальных. Это было почти как на Майдане. И поскольку была команда их зачищать, то была дана команда русским танковым войскам просто давить. Но русские воины, которые находятся во втором сословии, они просто отказались давить живых людей. Их отодвинули, наказали, ввели танки ГДР, и те без разговора, без команды, без ничего, просто взяли. И достаточно было кровавое такое было событие. Я к чему? Что пирамиды разные у разных социумов, которые сложились исторически, у СССР или, скажем, у России, в принципе, могут отличаться от таких же пирамид в других странах, в частности, европейских. Европейские страны, вот этот вот процесс перемещения купцов в сторону царского сословия начали на несколько веков раньше, и там больше торгашей. Отсюда и вот такая вот философия, что не убей, там в крови не присутствует, там самое главное, а что за это будет? Вот, собственно говоря, вот это структура общества, которая накладывает большой отпечаток на любую войну и информационную прежде всего. То есть, понимая вот эту вот матрицу, можно четко понять, кто является источником информации, для чего это сообщение предназначено, какие цели преследует, и, собственно говоря, что люди ожидают на выходе. Давайте о купцах поговорим более подробно. Даже есть некоторые, ну, во-первых, все знают, что многие религии мира запрещают судный процент, а это вот судный процент давать деньги в рост, не прикладывая труда давать деньги и уже по времени получать какую-то прибыль. Это вот относится к способу добывания богатства из ничего. Богатство из ничего добывается в основном тремя путями. Это завышение цены. Ну, есть такое понятие справедливая цена, которая там учитывает все накладные расходы, труд там и так далее. Но есть, например, монопольная ситуация, когда на рынке нет других предложений, и монополист может завышать цену иногда в десятки, в сотни раз. Особенно это заметно на рынке строительных материалов, там добыча песка, сырья для бетона, там для цемента и так далее. То есть природные ресурсы денег с добытчика не требуют, соответственно, себестоимость сырья достаточно низкая, но при этом на рынке закладывается прибыльность, рентабельность не просто там 20-25% как у промышленных предприятий, а иногда 100, 200 и даже 300%. То же самое, например, в ресторанном бизнесе. То есть есть некоторое блюдо, которое имеет рентабельность примерно как в песок, то есть 200-300%. Это называется завышение цены. Отсюда формируется богатство. Кроме завышения цены уже упомянутый судный процент. Это когда человек, у которого есть кубышка с деньгами, к нему приходят люди, которые своим трудом, им не хватает ресурсов, стараются решить какой-то предпринимательский или социальный проект, они берут деньги в долг и фиксируется вот этот самый временной процент, который начисляется автоматически, без участия ростовщика в самом процессе. То есть он палец о палец не ударяет. При этом он сидит на месте, ничего не делает, только раздает деньги в рост и собирает тело своих там суд и проценты. Из этого формируется вот это вот богатство из ничего. И третий очень интересный способ, есть еще четвертый, я о нем чуть позже расскажу, но третий способ называется, как ни странно, кросс-курс через три валюты. Достаточно такой технический вид добывания прибыли, добывания богатства из ничего. Он применяется, как правило, в обменниках, вот иногда в некоторых странах вы приезжаете и хотите, например, там из гривны сразу перейти в доллар. А в некоторых странах, ну даже в России, чего там уж говорить, сразу нужно купить рубли, а потом через рубли купить доллары. Вот этот вот из одной валюты во вторую и в третью, вот это называется кросс-курс через три валюты. А всегда заложен какой-то процент обмена. И вот этот с валюты на валюту, через две валюты, он не позволяет добиваться очень больших прибыли. Но кросс-курс через три валюты, когда вы откладываете в третьей валюте прибыль, он позволяет добиваться значительного роста. Собственно говоря, это вот соразмерно с судным процентом. Ну и есть четвертый способ, он военный, он называется вымогательство. Вот эти все четыре способа, они присущи, они являются основой идеологии, вот купеческого неблагородного сословия, которое ставит себе цели достичь царского этажа и занять все органы управления в обществе. В принципе, за последние 500 лет после английской революции, после того, что произошло в Европе, после того, как образовался банк Англии и фунт стерлингов стал мировой валютой, после того, как началась экспансия Великобритании на все колонии по всему миру морским путем, и началось состязание морской империи под названием Британия с сухопутной империей под названием Россия, вот, собственно говоря, вот эти вот процессы, когда купцы, обладающие материальными ресурсами, но не обладающими благородной идеологией, стараются переместиться на самый верх и захватить все органы управления в обществе, естественно, навязывая свою философию. Люди, которые родились или жили при Советском Союзе, давно отметили такую особенность, что в Советском Союзе, при всех его недостатках, люди не были так меркантильны, у них были какие-то высокие цели, они себе имели какую-то задачу, так называемый глобальный проект. Они понимали, для чего они живут, для чего они детей растят, для чего они их воспитывают, и при этом нужно сказать, что в Советском Союзе достигнута уникальная ситуация, которая ни в одной стране, ни в одном народе никогда не была достигнута за всю историю человечества. В 1961 году, а это было при Хрущеве, как раз в год запуска первого космонавта в космос, Советский Союз достиг того, что, внимание, называется 6 промилле рождаемость над смертностью. То есть в результате того, что не купцы управляли государством, было достигнуто такое сочетание системы здравоохранения, образования и вообще всех социальных подпор, при которых на тысячу живущих на территории было всего 6 смертей за период, ну в течение года там считалось. Это понятно было в пересчете по всей территории, страна большая, 250 миллионов, но тем не менее, такого показателя не было никогда. Кстати, обратите внимание, что сейчас, когда оцениваются показатели разных обществ, разных пирамид, то вопрос демографии вообще не берется во внимание, кроме того, когда вспоминают Китай или Индию, ну и вспоминают, что у них там больше миллиарда населения, полтора и один и три. А на самом деле это ключевой параметр развития любого общества, потому что зачем общество существует, если не воспроизводить основное средство производства, а это человек. У купцов и у их философии основной принцип развития и жизни общества – это получение прибыли. Причем получение прибыли достаточно несправедливым способом, когда издержки кладутся на общество, а прибыль присваивается самим купцом или предпринимателем. И при этом после предпринимателя может оставаться выжженная земля. Так, например, поступали и поступают до сих пор украинские олигархи, которые сидят в разных областях и контролируют разные сферы экономики. Они на самом деле, их способ производства сводится вот к чему. Почему? Забирая в себя, втягивая в себя за деньги самые лучшие кадры, иногда их переправляя на Запад, используя старые, еще сталинские, еще советские технологии, старые заводы, забирая природные ресурсы с этой территории, после себя оставлять так называемую выжженную землю. Недавно на Ютубе и в некоторых телеканалах показали ролик, как выглядит современная горлок, как выглядят когда-то очень живые шахты, на которых добывался уголь в Советском Союзе, и во что превратилась страна, по большому счету, после 23-летнего правления купеческого сословия, которое не имеет четкой идеологии и вообще не заинтересовано в том, чтобы воспроизводить население, чтобы эта территория развивалась, чтобы рождаемость превышала смертность и так далее. Олигархи заинтересованы в том, чтобы получить максимальную прибыль, а после них хоть трава не расти. Будут здесь люди жить, не будут, будут ли жить здесь славяне, может быть, надо завести китайцев. Например, в Харьковской области вдоль реки Рогань есть лагеря Вьетнама, вьетнамской диаспоры. Нужно сказать, что в Харьковской области вьетнамская диаспора это примерно 80 тысяч населения, из которых 40 тысяч это уже граждане Украины, это родившиеся на территории Украины. В чем страх вопроса, в чем ужас всей ситуации? Дело в том, что китайские, вьетнамские хозяева общин, они в некоторых селах выстраивают бараки, работы там нет, это вот районные центры Харьковской области, работы там нет, денег нет, и они, враждуя с цыганскими общинами, которые выращивают пух, перо для перевозки наркотиков, они строят бараки в два ряда, и всех женщин детородного периода начинают вот на этих бараках там оплодотворять при помощи вьетнамских мужчин. Там один год, новый рожденный, он уже гражданин Украины. Нужно сказать, что вот эта вот такая экспансивная атака вьетнамской диаспоры на славянские территории, она тоже связана с тем, что пирамиды разные социальные, они с собой еще сражаются как, ну, за место под солнцем, как сорняки, например, с пшеницей. И в результате вот этой вот атаки, а, ну, нужно сказать, что главой вьетнамской диаспоры в Украине является сын начальника внешней разведки Вьетнама. То есть информационная война, вот эти вот скрытые пружины, связанные с разными социальными сословиями внутри пирамиды, с состязанием разных народов, а у них свои пирамидальные такие структуры. Это все вот и приводит к тому, что мы с вами наблюдаем в СМИ, в телевизоре, я не знаю, в средствах массовой информации, в интернете, когда за вот этими вот сообщениями всегда можно различить второе дно. Всегда можно различить игрока, всегда можно понять из любого сообщения, кто играет, за что играет, с кем блокировался, против кого играет, ну и так далее. Ну, естественно, для этого нужно интересоваться больше историей, своей страны нужно интересоваться персоналиями. Если стоит задача, например, расшифровать, что происходит сейчас в Днепропетровской области, почему Ярош приехал к Коломойскому, почему база правого сектора, например, переместилась из Киева в Днепропетровск, почему произошло разделение Яроша и самообороны, и фактически Батькивщины, то нужно понимать историю, всю 23-летнюю историю Украины, и нужно понимать в персоналиях, нужно понимать их психотипы, и понимать, к каким социальным сословиям они относятся, чьих они будут по роду, а род это у нас сила объединения, либо разъединения, и что в результате всего этого может произойти. Сегодня я продолжил цикл наших теоретических программ, связанных с основами теории и практики информационной войны, и, как правило, вы видите, что вся теория и практика сводятся к истории, к социологии, к разделению людей, ну, к сепарированию людей, чьих они будут, какой у них способ добывания хлеба насущного, и так далее. Кстати, по поводу Яроша, он у нас, естественно, относится к воинскому сословию, была опубликована его декларация, так вот, эта декларация была, ну, фактически, по-моему, в год он зарабатывал не более 100 долларов, и при этом он вполне нормально жил, он кум на Левайченко и так далее. Это характеристика именно воинского сословия, то есть это люди, которые не умеют откладывать, не умеют зарабатывать, они умеют убивать, и за это им платят. Вот тоже характеристика воинского сословия, только весь вопрос, чьего народа воин, потому что русское воинское сословие, оно имеет четкий кодекс, четкую идеологию, что можно, чего нельзя, и для чего, собственно говоря, солдат живет на этом северном.